Друзья, привет! Недавно в ООН состоялось голосование по очень важной резолюции, которая осуждает нацизм, расизм, ксенофобию и прочие формы нетерпимости. Причем эта резолюция не просто осуждает, да? Там есть конкретные рекомендации странам, как бороться с этими формами нетерпимости. Это комплексный и продуманный документ, который принимали уже традиционно каждый год. Также традиционно против осуждения нацизма, расизма, ксенофобии и прочих нетерпимостей голосовали Соединенные Штаты, ссылаясь на какую-то там поправку в Конституции и Украина, ни на что не ссылаясь. Как бы то ни было, эту резолюцию ежегодно принимали без особых проблем. Ну да, два фрика голосуют против, ну и хрен бы с ними. И вот наступает 2022 год. Тема та же, резолюция та же. Предлагаю Комитету возобновить рассмотрение пункта 66а ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и соответствующей нетерпимости, чтобы принять решение по проекту резолюции АСИТ-3-77L5 борьба с героризацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способны эскалации церевных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, связанной с ними нетерпимости. Текст резолюции не менялся и она полностью деполитизирована. Там нет упрека в адрес каких-либо стран, там нет обвинений. Там обозначены проблемы и обозначены пути решения этих проблем. Господин председатель, в 1945 году государства-члены антигитлеровской коалиции, именуемые объединенными нациями, одержали великую победу над нацизмом. Основой национал-социализма была идеология расового превосходства и человека-ненавистничества. Благодаря той победе была создана нынешняя ООН, а также современная система поощрения и защиты прав человека. Решения же Нюрнбергского трибунала юридически закрепили завоевание победы над нацизмом. К сожалению, с момента принятия аналогичной резолюции в прошлом году, обозначенные в ней проблемы не только не были решены, но и во многом усугубились. Мы вновь становимся свидетелями попыток отрицания нашей общей истории. Все чаще звучит российская ксенофобская риторика. А также призывы избавиться от мигрантов, беженцев и чуждых элементов. Во многих государствах обыденным делом стали проявления исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма. Невиданный размах получила объявленная в отдельных странах война с памятниками в честь борцов с нацизмом и фашизмом. По улицам городов в самом центре Европы проходят марши неонацистов и факельные шествия в честь тех, кто активно сотрудничал с нацистами и являлся соучастником их преступлений. Более того, таких лиц все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев и героев национально-освободительных движений. Подают их в качестве примера для подражания молодым поколениям. Разве это реализация права на свободу мирных собраний и на свободу выражения мнений? Нет. Налицо откровенные попытки фальсификации итогов Второй мировой войны, цинизм и кощунство по отношению к тем, кто освободил мир от ужасов национал-социализма. Более того, речь идет об уголовно наказуемых деяниях по смыслу статьи 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Господин председатель, соавторы уверены, что принятие данной тематической резолюции при максимально широкой поддержке со стороны государств-членов ООН внесет реальный вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Наша резолюция направлена на развитие диалога и сотрудничества, а не на конфронтацию. Благодарю вас. Ряд западных стран решили внести поправку в эту резолюцию, которая осуждает Россию. То есть они решили политизировать этот документ. Вы описали, что данная резолюция ставит целью борьбу с героизацией нацизма, неонацизма и современных форм расизма. Однако Российская Федерация поступает как раз наоборот. Вот так вот. О том, кто как поступает, я уже делал видео на Бусти. Из-за политики Ютуба оно не попало на Ютуб. Но как по мне, достаточно очевидно, особенно людям, живущим тут, кто борется с нацизмом, а кто идет по стопам того самого нацизма. Мы обеспокоены тем, что эта резолюция, которая была изначально предложена с высокими целями, является инструментом дезинформации, поскольку оправдывает военное вторжение России и территориальную агрессию на Украине. Так, давайте попробуем осмыслить, что она только что сказала. Резолюция, которая осуждает нацизм, оправдывает начало СВО. Я правильно услышал? Соединенное Королевство весьма беспокоено представлением этой резолюции. Давайте не сомневайтесь, Соединенное Королевство решительно осуждает героизацию нацизма и неонацизма. Но хотя эта резолюция утверждает, что стремится бороться с неонацизмом, на самом деле она оправдывает территориальную агрессию России путем распространения лжи и искажения истории. Да, я правильно услышал. Резолюция, которая осуждает нацизм, призывает с ним бороться, оправдывает СВО. Только теперь она искажает историю. В 2021 она не искажала историю, в 2020 не искажала историю, в 2019, в 2018, в 2017, в 2016 и так далее. Текст резолюции не менялся, но именно сейчас Запад прозрел. И такие, блин, ребята, так она же искажает историю. А что случилось? Из-за чего вам, ну то есть Западу, да, приходится убеждать людей, что это неправильная резолюция, она лживая и вообще она искажает историю? Что случилось? Даже не знаю. Предлагаю обсудить в комментариях. Ну а Австралия, Либерия, Северная Македония и Япония предложили проголосовать по поправке. Причем, обратите внимание, тут написано, что Россия как бы под мнимым предлогом начала СВО. Я дословно не хочу читать, чтобы лишний раз не триггерить алгоритмы Ютуба. Но вы видите, что тут написано, да? А теперь давайте посмотрим, сколько стран и какие согласились с этим утверждением. То есть сейчас они голосуют за принятие этой поправки. И что-то не так уж и много стран согласны с тем, что написано в ней. А те, кто согласен, это страны НАТО, так называемый коллективный Запад и их шестерки. Остальные решили воздержаться или вообще проголосовать против. То есть не захотели осуждать Россию в контексте борьбы с нацизмом 88 стран. Интересно, да? Видите, до чего мы тут докапываемся такого? Не покажут по телевизору, поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Мы тут лазим в самых дебрях ООН. Ну да ладно, впереди же самое главное голосование. Голосование по самой резолюции. Как я уже ранее говорил, эту резолюцию годами принимали без каких-либо проблем. Но в этом году так называемый коллективный Запад решил сорвать ее принятие. Они хорошо подготовились. Американский дипломат прям с папкой ходил и записывал, кто пришел, кто не пришел. Помните, американцы говорили, что мы запомним, как вы проголосуете. Так вот, видимо, они решили не полагаться на память, а записали всех. По-любому они там уже провели разъяснительные беседы со своими сателлитами. Но этого мало. Нужно убедить остальное мировое сообщество, чтобы оно проголосовало против этой резолюции. Эта резолюция, эта циничная попытка со стороны России достичь своих геополитических целей путем ссылки на Холокост и историю Второй мировой войны против других стран. Сейчас это еще более вопиюще, поскольку Россия использует фальшивые заявления в нацизме, чтобы оправдать свое текущее насилие против народа Украины. Но есть и другое мнение на этот счет. От имени государств, членов Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, имею честь сделать следующее заявление. В связи с принятием резолюции борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Данный документ пользуется полной поддержкой наших государств. 77 лет назад победы над коричневой чумой удалось добиться благодаря решающему вкладу народов наших государств, вставших в единый строй на борьбу с фашизмом, а также благодаря трудовому подвигу наших граждан в тылу. В те суровые годы ярко проявилась беззаветная самоотверженность и патриотизм наших соотечественников, ценой своей жизни освободивших народы Европы и других стран мира от нацистского порабощения. Свой вклад в победу над человеконервистической идеологией принесла и антигитлеровская коалиция, ставшая уникальным примером объединения стран с различными политическими системами во имя общей цели. Сохранить правду и память о бессмертном подвиге – наш священный долг и действенный инструмент предотвращения возрождения нацизма. Нельзя забывать о том, что современные поколения существуют благодаря той победе и пользуются ее плодами. Категорически неприемлем и решительно осуждаем целенаправленные политически ангажированные компании в отдельных странах по переписыванию историй, пересмотру и искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников иностранной антигитлеровской коалиции. Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, возглянутых в честь тех, кто боролся против нацизмов в годы Второй мировой войны, а также незаконной экскумации или переноса их останков. И в этой связи настоятельно призываем государство в полной мере выполнять их соответствующие обязательства, в частности по статье 34 дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям 1949 года. Государства, на территории которых происходили сражения Второй мировой войны, несут особую ответственность за сохранение памятников героям-победителям. Заявляем о необходимости бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом. Вандализм в отношении таких памятных объектов не имеет оправдания. Помня об уроках прошедшей войны, полагаем, что сегодня важно всеми силами отстаивать цели и принципы закрепления. У него закончилось время, ему отключили микрофон, но посыл предельно ясен, да? Есть позиция западных стран, есть наша позиция. Ну а вот, собственно, само голосование. Зеленым отмечены те, кто, несмотря на американскую кампанию, объявленную против этой резолюции, осуждают нацизм, расизм, ксенофобию и прочие нетерпимости, связанные с этим. Красным отмечены те, кто внезапно понял, что это лживая резолюция, что эта резолюция подменяет историю, да и вообще, осуждение нацизма оправдывает СВО, чтобы это не значило. Ну а желтым отмечены те, кто просто отморозился. Несмотря ни на что, резолюция была принята. И на самом деле там даже 106 голосов за, мали просто не ту кнопку нажали, ну не суть. Западные страны после голосования начали там бухтеть, что мы разочарованы, да и плевать, что они там бухтят. А вот что сказали представители России и Белоруссии после голосования, давайте посмотрим. Там короткие выступления, но, короче, сейчас увидите. Господин представитель, прежде всего мы хотели бы поблагодарить, искренне поблагодарить все государства-члены, которые проголосовали за принятие данной резолюции, которая имеет важное значение для всей системы ООН. Мы выражаем благодарность тем, кто проголосовал за, и тем самым осудил наиболее вопиющие проявления героизации нацизма в мире. А именно разрушение памятников в честь воинов-антифашистов, марши неонацистов и их приспешников, запрет символов в ряде государств, которые ассоциируются с победой во Второй мировой войне, возведение нацистов и коллаборационистов в ранг национальных героев. К сожалению, этот список неполный, его можно продолжать. И в этой связи очень важно, что государство-члены, несмотря на все оказанное на них давление, несмотря на все попытки политизации, этот вопрос проявили принципиальность и поддержали принятие этой резолюции. Хотел бы также заметить, что итоги голосования по этой резолюции в целом и по поправке, и по резолюции в целом только подтвердили озвученный нами ранее тезис о том, что цель поправки, которую выдвигали некоторые государства, является попытка срыва принятия данной резолюции. Поскольку, поддержав принятие своей поправки, они все равно потом взяли и проголосовали против резолюции в целом, то есть против документа, содержащего их же поправку. Не можем рассматривать это в качестве некого проявления конструктивного настроя. Господин председатель, как и другие делегации, соавторов, делегации тех, кто голосовал за эту резолюцию, мы хотели бы сделать заявление о том, что мы диссоциируемся с поправкой, с положением, которое было включено в текст в результате внесенной поправки группой государств. Мы эту поправку не признаем, и это положение. И просим отразить данное заявление в докладе о заседании. Благодарю вас. Получается, шах и мат, то, что они там принимали эту поправку, они теперь ей могут просто подтереться, например. Текущий год в Беларуси объявлен годом исторической памяти. А уже менее чем через три года мы все будем отмечать 80-ю годовщину окончания самой страшной в истории человечества войны. Несмотря на прошедшие десятилетия, величие и трагизм тех событий не меркнут в нашей памяти и побуждают нас отдать должное тем, кто ценой бесчисленных потерь и невыразимых страданий не позволил миру погрузиться в пучину боли и ненависти под знаком нацизма. Нацисты последовательно реализовывали на практике теорию расового превосходства. Начав с принятия дискриминационных законов и насаждения ксенофобии, они публично заявили в качестве одной из целей своей политики уничтожение целых этносов цыган, евреев, славян. Для выполнения этой задачи они создали по всей Европе целую сеть концентрационных лагерей, в которых применялись невообразимые по своей жестокости методы убийств. Зловещим символом человеконенавистнической сути нацизма стал освобожденный советскими солдатами лагерь смерти Освенцы. Всего за победу над фашизмом своей жизни отдали более 60 миллионов граждан антигитлеровской коалиции, в том числе порядка двух миллионов граждан Беларуси, треть населения нашей страны на тот момент. До недавнего времени нам казалось, что историческое значение победы над фашизмом и истинный дух союзничества никогда не станут жертвой сиюминутного политиканства. Ведь события Второй мировой войны провели четкую грань между добром и злом. Эта грань была закреплена в Уставе ООН и в решениях Нюрнбергского трибунала. Поэтому усилия тех, кто сегодня пытается оправдывать или героизировать пособников нацистов, подвергать эрозии память о Великой Победе бесперспективны. Подобная практика уже была неоднократно осуждена аналогичными резолюциями ООН. И сегодня, приняв очередную резолюцию борьбы с героизацией нацизма, этот комитет еще раз подтвердил непреложный вердикт истории. Нацизму и неонацизму, ксенофобии, расизму и расовой дискриминации нет места в современном мире. Беларусь выступает против попыток политизации данной важной темы и желает сохранить тематический характер резолюции, в связи с чем мы диссоциируемся от чуждого документу оперативного параграфа, внесенного в него политически мотивированной поправкой Л-52. Считаем, что долг каждого члена ООН, родившийся в результате Второй мировой войны, ответственно и внимательно относится к борьбе с героизацией нацизма и проявлениями неонацизма. Благодарю за внимание. Вот так, друзья, наши страны раскатали так называемый коллективный запад. Но это я так увидел. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на Бусти. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!